Международный фестиваль этнокультурных традиций Клиш-Полесья Прошел у Агрогородку Ляскавича Петраковского района Сегодня телеканал «Беларусь-Шатыры» Гомель означает «Першый день народжения» Ровно год тому и он почал работу у эфиры Одразу некольких передовых проектов реализуются у энергетичным комплексе Гомельской в области Зараз об этом и иншим больше подробязно У Агрогородку Ляскавича отбылся международный фестиваль этнокультурных традиций Клич-Полесья У им взяли удел творчай коллективы, маэстры, рамесники из Беларуси А так само близкага и далекага замежа Подробязности у наших корреспондентов Ляскавича по праву называют столицей этнокультурного фестивалю Невеликая вёска Гомельской в области уже уча-цвертый раз Збирая на грандиозное свято у дельников и гостей з разных краин У гэтым годзе на Петриковщину приехали гостей и музычные коллективы З ближнега замежа Молдовы и Китая Яркий самобытный фольклор, народные святы, абрады, рамесцы Клич-Полесья уникальная махчымысь докрануться до духовной спадчины наших прудков Дякуючи чатвертому фестывалю, ясше больш людей доведывался про Палеский край З яго непалтурной природой и самобытными традициями Фестывали, як Клич Палеся, конечно, гэта тое, што адрозневая нас В першую чергу, як беларусов, те, хто несет свою стародавнюю, старожитную культуру И дякуючи якой мы будем адрознятся от усяго таго, што мы бачим сёння у свете Правитание удельникам и гостям фестивалю накеровал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Яркое, урочистое открытие свята почалося с традиционного ознагороджения генеровых палешуков С 2014 года гэтым званием отзначаются люди, які унесли особистую кладу развития Палесся Сеу лета до их лику долучилися былый генеральный директор Мазирского НПЗ Анатольку Приянов Старшиня фермерской господарки Збрыщины Рыгор Дямко и народный артист Беларуси Мастацкий керавник национального академичного хору Мятятовиша Михаил Дрыневский Палесся – это вельми богатый, музычный, певчий край И то, что зарабилят фестиваль именно для Палесся С початки Зусин, а зараз бачите, уже не международный фестиваль Уже з других краин приезжает Это вельми-вельми добра, это тоже великая повага для Палешуков С каждым годом фестиваль Пклиш-Палесся богатее новыми творчыми идеями В оси сё лето свято отрымалося насыченным падзеями На открытии были представлены все культурные фестивали, які проходят на Гомельщине На протягу дня перед публикой выступили больше за 20 творчих коллективов и коля 300 артистов Сердечно сустракали на Петриковщине и ведомых белорусских выканавцев Сегодня праздник невероятной человеческой любви, любви к жизни, к песне, к самобытности Угод культуры все фестивальные мероприемства Сприяли объединению интеллектуальных и творчих сел Гомельщины Для захования историка культурной спадщины Развития туризма в Палесском регионе Паваи, да традиционной белорусской культуры Национального стало больше, понимаете? Этого не было ничего Я училась в белорусской школе, но этого ничего не было Всё для меня это новое Вот сейчас я понимаю эту белорусскую культуру, какая она должна быть Веселые народные гуляния разгорнулись на березе Припяти По задумце режиссёров фестиваля, импровозованные подворки форуму Объеднали усоправную самобытную вёску Можно было пройстись по улице Садовой, сгорнуть на Полесскую Погуляем себе, беседу ведём, всё, к положению, комит, женим Кожный подворок заховал уникальный мясовый колорит И познаёмим за одним из традиционных полесских обрадов В гости свято побывали на народжении их решений дитяти углыбинцы Послухали весельные песни, убачили импровизованные дожинки Активными удельниками подворков были мясовые народные умельцы Гончары, кавалит, качи, рыбаки и полявничая Усих, затекавленных за довольнением, знайомились с сокрытыми самобытных храмёствов Многолюдно, коллективы, люди радуются, вроде жить хорошо На святе были представлены выставочные павильоны 11 районов Гомельщины и Бресщины Праздник замечательный, столько эмоций, впечатлений, столько интересных подворек Представлены все районы, настолько всё здорово Тематичные гандлёвые пляцовки пропоновывали не только традиционные белорусские стравы А и шедевры мясцовой кулинары Население довольно, поэтому мы приветствуем наших покупателей на нашем подворье Песни, танцы, пригожа, подаденные смачные стравы и адмысловый мясовый гумор Давай теперь вези по ярмарке, хочу поглядеть, что тут есть У другой полови дня отбылся другий у истории фестивалю конкурс «Полеская пригожунья» За гэтый титул змагалися 14 удельниц 5 полеских районов Пераможцей стала 19-годовая Ганна Мяшкова с Петрикова Клиж земли по леской чувся аж до самой ночи Лясковщина спявала и скакала, упрыгожвала радостными усмешками Моцным сяброуством, звонкими песнями и саправдным искрометным святом Наталья Волынец, Дмитрий Радзянко, Валерий Гапанько, Артём Каржицкий Телерадо и компания «Гомель» 365 дня у эфиры, амаль 7 тысяч годин уласного вяшчанья Больше, как тысяча выпуска у новин Гот у эфиры сегодня означает телеканал «Беларусь-4» Аудитория телеканала «Беларусь-4» «Гомель» Каля 80% уже хоров Гомельской области Гэта больше, как миллион человек Уседцевящанья, выпуски новинов, ток-шоу, прамы, трансляции масовых мероприемств Аналитика, комментарии, популярные программы, мастацкие фильмы и сериалы За гэтый год «Беларусь-4» стал выразно сформированным телевизийным брендом Реализовано несколько крупных проектов за этот год В частности, как конкретный пример могу привести «Юная телезвезда» Где мы искали и нашли юные таланты Появился сегмент детского вещания Это программа «Страна безопасности» Успешно зарекомендовал себя проект «Добрый вечер» Который каждый день у экранов телевизоров собирает огромное количество наших зрителей И слава богу, нам удается и приглашать интересных людей И заезжих артистов, которых мы привыкли видеть только по телевизору Они стали немного ближе посредством программы «Добрый вечер Гомель» На телеканале «Беларусь-4» За усім гэтым стоит праца прикладно сотни людей Над кожной программой працуют корреспонденты, редакторы и ведущие Телеоператоры, режиссеры, гукорежиссеры и графики Гримеры, техники, инженеры, водители И это еще не полный спис Но без качественного обстановления их праца не имеет сенсу «Беларусь-4» имеет мощную техническую базу Минимум шесть выездных комплектов камер Конечно же обязательно студийный павильон Там минимум три камеры Соответственно к студии требуется аппаратно-студийный блок С соответствующим оборудованием И обязательно не менее трех монтажных станций Конечно же нужна еще одна графическая станция для производства графики И для вещания требуется два достаточно мощных сервера Обеспечивающих выдачу всю эту эфир И оборудование передач на передатчики и на волоконно-оптические сети по области Это техничный минимум якосной работы регионального телебачення По многих позициях на «Беларусь-4» он перевышен Год вещания для канала это мизерный термин Каб разогнать велезарную телемашину на полную моц Безумовно часу потребно куды больше Головная за год пройдена первая основополагающая ступень Махчымость глядеть мясцовый телеканал на особные кнопцы Атримала практически вся область Мы добились распространения канала во всем регионе То есть мы присутствуем в эфирном вещании, это в Гомеле и Жлобине Мы присутствуем практически во всех кабельных операторах Если говорить о том, что мы можем предложить рекламодателю Так это наибольшая зона распространения среди региональных гомельских телеканалов Плюс еще то, что мы работаем на своеобразном интерактиве Мы готовы делать проекты, которые будут удовлетворять запросам нашей целевой аудитории Зараз на Беларусь-4 працует над тем, как телекартинка стала больше якостной И она будет идти в эфир в HD формате Значно поширится информационное вещание За наступный год канал должен стать больше динамичным Ширей наполнится уластными телепроектами А главная статья еще ближе для каждого жхара Гомельской области Настасия Кучинская, Сергей Негеревич и Гармаришченко Телерадио компания Гомель Гомель на этом титине наведал надзвычайный и полномочный посол Латвийской республики в Беларуси Мартин Швирсис Почас визиту дипломат сострелся с керавницей Гомельской области И наведал предприемства По требованиям этих и других подействий экономического жития региона У огляде Мариной Северяновой Пакуль взаимно-экономичные относины двух боков нельга назвать активными По выниках 7 месяцев этого года товарооборот не досягнул 13 миллионов долларов Это меньше, чем было годом ранее Зразумело, что такая ситуация не задовольняя ни один из боков Минеральные удобрения, дрот с железой и стали, шкло, соль и тыловый спирт Это, бадай, основные экспортные поставки предприемства в Гомельской области в Латвию Потоки у отворотном накерунку, ферросплавы, леки, мороженое и куриные тушки А про то, пылные стосунки иснуют в давнейшей сфере А так само у таких голенах, як туризм, культура и охова здоровья Правда, по большинстве позиций динамика в этом году адмовная Активизация супрациониста должна поспроять больше активная деятельность гандлево-прамысловых палат Здесь спектр самый широкий, начинают там, скажем, древесины И кончают другими продукциями, которые производятся Так что будем говорить насчет всех этих вопросов У працях темы международных сувязев Вытворшее объединение «Беларусь-нафта» подписало контракт с индийской компанией На оказание инженерных и консультационных послуг Размова идёт комплексным высокотехнологичным сервису для реабилитации индийского родовища Сдобыча нафты, на яким у опошний час практически не ведется Суместный проект будет реализованный у некольких этапов Беларусьские специалисты означают, что реабилитацию такого старого родовища А для промысловой сдобычи нафты оно было открыто еще в 1889 году Яны будут проводить у першыню У выпадку поспеху пилотный проект послужит базой для развития двухбокового супрацовництва До инших тем в Гомеле побывали эксперты Сусветного банка Головная мета – ознайомление с реализацией финансуемых инвестпроектов Уголиней энергоэффективности Специалисты утекавила реконструкция Гомельской ЦЭЦ-1 И энергокрыницы у поселка Зябровка На Гомельской ЦЭЦ-1 зараз ведется серьезная реконструкция Тут монтируется новое энергоэффективное обсталявание Газотурбинная установка могутностью 25 мегаватт С невеликим термином окупности Гэтым объектом некольких годов тому затекавился Сусветный банк А кроме значного показчика по экономии Палева После модернизации будут выражены экологичные проблемы На рабочой встрече эксперты Сусветного банка Дали высокую оценку профессийным узровню гомельских специалистов И якости выполненных работ Далее они отправились в поселок Зябровка Де завершается будавництво котельни Якая будет працовать на местовых видах Палева Варто сказать, что Сусветный банк с конца 1990-х годов Оказывает Беларуси саденничание У реализации энергоэффективных утка окупных проектов Мы шмат годов супрацовничаем с гомельским отделением Департамента по энергоэффективности У нас клалися вельми добрые относины Як на працовным, так и на человеческом узровне У гомельэнерго так само працуются правдные профессионалы Супрацовничать с ними вельми приемно Мы были рады переконаться, что гомельская ЦЦ-1 Хочай за все будет завершена за переджением графика Як вядомо, у вересня в Беларуси Заявилось Министерство антимонопольного регулирования и гандлю Среди его задач – протидение монополистичной деяності Нагляд за ценами, тарифами, контроль споживецкого рынку и гэтак далей Ключевая мета деяності Министерства – Створение ровных умов для усіх удельников рынку А так само распрацовка цивилизованных способов контролю ценноутворения В решение таких задач у кончатковым вынеку Повинно становиться отбиться и на усіх нас Як на споживцах товаров и послуг, упэлнены экономисты Есть некальки накерунков, по яких мы можем зауважить змены Некоторые будут реализованы уже в ближайшей перспективе Потребителям мы сможем получить доступ к товарам Не только нашего региона, но и других То есть на лавках наших магазинов мы сможем увидеть молоко Из Гродненской области, из Витебской области и из других областей Соответственно потребитель уже своим кошельком проголосует за того Который предоставляет более качественный продукт И это естественно заставит всех производителей Качественную продукцию производить и по тем ценам, которые удовлетворяют и их, и потребителя Это первый момент, и как мне кажется, он возможно наступит в самое ближайшее время До речи, аналогичные органы самокеруванья Иснуются маль во всех краинах В Беларуси антимонопольное министерство Отримлювает так сама махчимость подавать у суды Искавые заявы, например, супротивотворцев Без оплаты державной пошлины Это снизит затраты державы на работу министерства И сделает его деятельность больше эффективной Сегодня у свете истнует больше, как две с половой тысячи розных мов И самое незвычайное из них з'является мова жестов Якой корыстаются люди, позбавленные махчимости чуть голос своего суразмовцы До речи, именно в это сегодня означается Международный день глухих И он был затвержен 65 годов тому Каб притягнуть увагу громадства до проблем, с якими что дня сустракаются глухие люди Вашей увазе интервью зуделом старшини Гомельской областной организации Белорусского товарыства глухих Яугена Русакевича Евгений Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Евгений Владимирович, наверняка вы в курсе Сколько на сегодня в Гомельской области людей проживает глухих, слабослышащих И вот сколько из них на сегодня являются членами вашей организации Значит, Гомельская областная организация Общественного объединения Белорусского общества глухих Насчитывает на сегодня 1754 человека Значит, наше представительство есть Кроме Гомеля есть в Речице, есть в Мозере Значит, Гомельская областная организация Охватывает практически все районы Гомельской области Ну вот каким образом помогаете этим людям? Как их поддерживаете? Это, можно сказать, приведение профориентационной работы Среди выпускников школ, спецшкол, которые с недостатком слуха Значит, ведется работа с их родителями, чтобы определиться Будущей профессией этих детей Затем мы формируем группы в колледже, в частности машиностроительном колледже В Лисеях, где преподавание ведется через тур до переводчика Затем мы оказываем помощь в судах, в милиции, в материальных конторах, в БТИ и в различных государственных учреждениях Евгений Владимирович, ну вот чтобы такие люди жили полноценной жизнью Понятно, нужно для них создавать определенные условия Вот в этом плане какие вопросы до сих пор остаются нерешенными? Может быть, что-то требует особого внимания? В этом году мы столкнулись с очень большой проблемой трудоустройства Значит, согласно закону, на всех предприятиях должны быть зарезервированы до 5% рабочих мест для инвалидов Но не все предприятия берут инвалидов Возникает вопрос, как-то надо этот вопрос решать Если слабослышащий, он может позвонить сам, в любое там учреждение, вызвать там экстренную службу То глухонемой, глухой, он не может это сделать За границей создаются такие центры, куда любой глухой с помощью скайпа, вайбера, чата или смс-сообщения Сообщает в этот центр о своей проблеме Поэтому он связывается с турдопереводчиком, который сидит в центре И этот турдопереводчик решает его вопросы Звонит в экстренные службы и знакомит с результатами этих разговоров с обратившимся Вот такая проблема у нас есть Это что, проблема заключается, надо компьютерная техника, надо ввести штат Штат примерно на 4 переводчика, которые могут дежурить круглотудочно Или в другом каком-то режиме Ну или хотя бы смс-связь, правда? Чтобы была хотя бы смс-связь между такими людьми Хорошо, а вот возможно сейчас у своих телекранов сидят люди, которые еще не обращались в нашу организацию Ну вот, может быть, сейчас у них как раз-таки возникло такое желание Вот сообщите, как с вами связаться, как к вам обратиться, может, какие-то координации озвучите? Пусть они подают заявление Приходят к нам на улицу Гагарина 57, здесь наш офис Мы примем заявление Значит, чтобы быть принятым в общество Надо, чтобы человеку было 16 лет Была инвалидность по слуху Или если у него нет инвалидности Но он принимает активное участие в обществе глухих Мы тоже можем рассмотреть его заявление Евгений Владимирович, ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и ответили на наши вопросы И вам большое спасибо, что пришли к нам Мы смогли с помощью вашей поднять наши проблемы Конечно, мы поздравляем всех наших людей с праздником Желаем им в любой ситуации не терять силы духа Счастья, здоровья, всяческих благ И об спорте у Гомля отбудутся республиканские олимпийские дни молоди по боксе У дел примут мощнейшие спортсмены 1999-2000 годов народжения з усей краины Поединки будут проходить в зале бокса областного центра олимпийского резерва одиноборствов Распочнутся с поборництвы 27 вересня Финалы отбудутся 30 вересня Об инших подзеях спортивного життя Гомельской области у наступной «Семден» расскажет Максим Савин У авторок, усих аматоров хоккея, чекаются на трибунах Гомельского лядового палаца Хоккейный клуб «Гомель» проведет другий матч по финалу Кубка Беларуси супрать Гродинского Немана У первой матче, напомним, наши хоккеисты соступили зликом 1-3 Просдва дни Рыси уже в рамках чемпионата будут примать новопоцкий «Химикска» Параллельно в Жлобине сострянутся «Металург» и «Витебск» У субботу «Витебск» сгуляет с Гомелем, а «Химик» с «Металургом» Мазырская Славия проведет на наступном тыдне две гульнич чемпионаты Беларуси по футболе у высшейшей Лизе У понеделок Мазыра не примутся на своем поле Бабруйскую Белшину У субботу гостевая встреча с Гродинским Неманом У первой Лизе на наступных выходных сгуляют матчи 21-го тура Гомель у субботу у Минску сострянется с «Оркой БДУ» Светлогорский «Химик» проведет поединок супрать Смолявичев У неделю Гомель «Чыгунтранс» чакает у гостей Оршум У мини-футбольным чемпионате у наступных уикенд отбудутся матчи пятого тура БЧ у Гомеля сгуляет с Витеном БРЗ отправится на выезд Саперник Борисов 900 Агрокомбинат «Паудневый» будет примать Светлогорский ЦКК Уже ночным ганбольным чемпионате першого Кастричника помеж собой сгуляют лидеры Чарговый эпизод принципового супредстояния Гомель БНТУ «Белаз» пройдя у Минску Максим Савин, телерадио «Кампания Гомель» Гэта и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by На этом выпуск завершен и у студии працавал Александр Гамоля Усягу вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»